Труд должен быть не только полезным и высокооплачиваемым, но и безопасным. Итоги работы по охране труда в регионе озвучили журналистам в ходе пресс-конференции. На мероприятии по предупреждению несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в Ивановской области ежегодно выделяют порядка 160 миллионов рублей. Как итог, производственный травматизм понемногу идет на убыль. Почти в два раза уменьшилось количество несчастных случаев со смертельным исходом. В 2014 году это было 18 человек, которые погибли в 2018, 10 человек. Сократилось количество тяжело пострадавших на производстве с 47 до 24 человек. Ну и положительная динамика наблюдается в вопросах прохождения обучения по вопросам охраны труда, как самих работодателей, так и работников предприятий. В области у нас работают 26 организаций, аккредитованных, на базе которых проходит обучение по вопросам охраны труда. За соблюдением прав работников в регионе следит трудовая инспекция. Реагирует главным образом на обращение. И количество жалоб – это тот показатель, который из года в год растет. За 2018 год службой проверено 1353 предприятия. Работодатели-нарушители заплатили государству штрафов на сумму почти 30 миллионов рублей. Но конечная цель – не карать, а организовать достойные и безопасные условия труда для ивановцев. У нас в Ивановской области количество погибших на производстве ежегодно составляет от 5 до 15 человек. Если брать, просто посчитать, то за 5 лет количество смертей свыше 50 человек. Вдумайтесь, 50 человек за 5 лет погибли на производстве. Таких потерь, ну в принципе, не все-то вооруженные силы такие потери знают. В этом году за 3 месяца мы расследовали целых 13 несчастных случаев на производстве. Из них 5 случаев, признанных, связанных с производством. Смертность и травматизм на производстве – показатели, которые недостаточно просто снизить. Нужно, чтобы эти цифры стремились к нулю. Поэтому в будущей неделе в регионе объявлены недели охраны труда. С 23 апреля в регионе пройдут более 800 мероприятий данной тематики. Это и консультации для работников и работодателей, а также профориентация молодежи работать в сфере охраны труда. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иваново.